Ну, безусловно, смешно, офшоры, президент и та власть, которой обладает Владимир Владимирович Путин, и те, скажем так, процессы, которыми управляет, и те материальные, скажем так, основы, деньги, которые крутятся вокруг государства, президента, естественно, это цифры и процессы, которые не укладываются в голове простого человека. Говорить о каких-то офшорах, что президент лично принимает участие или задействован в каких-то процессах офшорных, естественно, это абсурдно. Такие люди, они имеют, даже если они управляют какими-то офшорными процессами, то они имеют армию людей, которые вот этими как раз вещами бы и занимались, например. Но сейчас происходит такая волна дискредитации провластных сил в России, и в рамках этой войны был сначала снят фильм, который не имеет никаких там оснований, чтобы считать его там реально документальным. Не было представлено никаких реальных документов, потому какие там предъявлялись версии по отношению к президенту в том числе. И происходит такая кампания максимального, скажем так, очернения образа лидера нашего в лице и простых граждан, и в лице прежде всего международного сообщества. Создать из него негодяя, главного фашиста и убийцу, и соответственно потом с этим негодяем бороться. Это основная такая позиция и основной такой тренд борьбы внешнеполитической Запада, в частности Англо-Саксов, в частности Вашингтона, против своих оппонентов. Это мы видели уже не раз, как в песне ДДТ поется бывало и такое не раз. И вот это продолжение все того же тренда очернения. Сейчас, когда в России, как и во всем мире, происходят такие экономические сдвижения и передвижения, геополитические плит титанических, то в рамках вот как раз вот этой нестабильной ситуации, в том числе, которая и происходит в России, да, кризис экономический, в которой все больше и больше, несмотря на заявление, что мы там где-то прошли уже, там грань дна, там еще что-то мы прошли. И эти все заявления, конечно, они не имеют никакого под собой реального обоснования. Экономика России сейчас скатывается все больше и больше вниз. Этот факт невозможно отрицать. И в рамках вот этих вот процессов происходящих происходит и такое негодование, и постепенное отвращение народонаселения нашего государства и к властям в общем и как бы к единому лидеру. Потому что у нас власть всегда в России строилась таким образом, что есть единое, скажем так, единое лицо, которое за все в ответе и которое всегда за все несет ответственность. Вот этим лицом является как раз на сегодняшний день президент. И вот в рамках как раз вот этих тяжелых экономических реалий и в рамках постепенной подготовки в России там болотной 2.0 или 3.0 уже, да, скажем так, и попытки дестабилизации ситуации внутри самой страны, необходимо как раз создавать и негативный образ, что сейчас и происходит. Как реагировать народу? Естественно, реагировать или не реагировать вообще, или реагировать отрицательно и не поддаваться на провокации. Безусловно, то, что происходит сейчас в России, это очень тяжело экономически. И преодолеть это получится только общими силами, а не теми методами, которые были предприняты в Киеве, например, в 2013-2014 годах. Это приведет страну к хаосу и приведет страну к глобальному такому разрушению. Сохранить уже второй раз Россию при таких, скажем так, попытках дестабилизации внутренней ситуации не получится уже, как это произошло. К счастью, в 90-м году хоть, да, сохранили. А сегодня, да, конфронтация и в регионах, и, скажем так, негодование населения, оно уже подходит к такому пику. И вот этим пиком хотят воспользоваться враги России. Продолжение следует...